Нарушители скоростного режима на дорогах в поле зрения радаров и дорожной милиции. Госавтоинспекция Брестской области проводит профилактические рейды. Поводов для этого более чем достаточно. Ведь зачастую водители сбавляют скорость до нормы только когда видят фотоконтроль или авто ГАИ с синекрасными маячками, боясь получить штраф. Однако способ выявить любителей полихачусь у дорожной инспекции все же есть. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят различные рейдовые мероприятия, в рамках которых осуществляют контроль за соблюдением ПДД в части выбора безопасной скорости движения. В данных рейдовых мероприятиях правоохранители осуществляют несение службы на автомобиле гражданского исполнения без специальной цифрографической окраски, ну и, конечно же, используют специальное оборудование под названием «Бинар», которое помогает восстановить скорость движения транспортных средств. Первые минуты проведения рейда тут же сотрудник дорожной милиции с помощью радара выявляют в потоке машин нарушителя скоростного режима. Мужчина куда-то очень торопился, а в итоге получил штраф на сумму 8 базовых величин. Вот только если деньги заработаешь, то жизнь новую не купишь. Порой из-за недисциплинированности, лихачества и неправильно выбранной скорости происходит опрокидывание автомобиля, съезд в кювет, встречные столкновения, наезды на препятствия и ток-1 – летальный исход. Только в 2023 году на территории Брестской области по причине превышения скорости зарегистрировано 38 ДТП, где 5 человек погибли, а 47 получили травмы различной степени тяжести. Каждому водителю хочется напомнить, что управляя транспортным средством, необходимо всегда выбирать безопасную скорость движения и учитывать, конечно же, погодные и дорожные условия. И понимать, что от действия водителя зависит также не только его жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Поэтому на дороге нет места равнодушию и на дороге нет места нарушениям правил дорожного движения. Казалось бы, столько страшных аварий, о которых говорят везде и по радио, и новостям, и в газетах пишут. Возникает вопрос, почему водители продолжают лихачить, подвергая свою и чужую жизнь опасности. Безответственность в первую очередь, непонимание, наверное, своей, как это говорят. Ну, когда ты за рулем, ты не думаешь о пешеходах в первую очередь. Вот, там, быстрее переходи, там, пешеходный, там, где этот красный, где этот зеленый точнее, вот, чтобы быстрее проехать, я там спешу. Но все-таки эта машина, нужно не забывать, что это техника, которая ломается, которая не всегда там тормозит, когда тебе надо. Вот, темное время суток, тоже утром темно еще, едешь в 7 часов, там, в 8 еще темно, поэтому нужно как-то, ну, безответственность людей, в первую очередь, мне кажется. Нужно, наверное, больше каких-то роликов показывать, да, где там с летальными исходами, мне кажется, больше. И как-то строже надо относиться, чтобы права, например, выдавали как-то не так легко, как у нас их получить. Совместный рейс ГАИ показал, что несоблюдение скоростного режима свойственно как новичкам, так и опытным водителям, стаж которых измеряется десятками лет. Вот только цена за лихачество бывает разной. Наверное, самое легкое здесь отделаться штрафом. Так что запомните, дорога ошибок не прощает.